Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И буду солить ее в нашей специальной стеклянной таре После заморозки в чешуе вот так На ней остались вот эти небольшие косточки Самое главное я убрал, но все равно остались вот видите тут косточки Вот это все растворится Это наш шаг по сол Это первый шаг, только одна соль Наши такой емкости Ну и маленькие Вот это наши рыбки, которые еще Лежат, они у меня еще полностью не разморозились Оказывается Очень хорошо сохранились Я очень доволен И сверху тарелочки Гнет, я использую баночки воды Вот оно, вся красота лежит Солится Завтра начну Менять этот рассол На Следующий Который состоит из Одного уксуса Теперь я залил это уксусом значит И оно будет здесь два дня А потом добавляются остальные специи И уксус помогает вытягивать лишнюю соль из рыбы Размягчает косточки Делает так, чтобы шкурку было легко снимать Вот, так что это Сейчас это вторая часть процесса Следующая будет процесс Добавка специй с ананасовым соком Два дня просолилась И один день промариновалось в уксусе Я решил взять два кусочка и попробовать Отвариваю картошечку И думаю, что здесь все косточки растворятся Как они должны Но, по крайней мере, уже Их будет намного меньше Или они будут совсем незаметны Попробовать нашу селедку Которая была в соли два дня И в уксусе два дня Извиняюсь, в уксусе один день И вот я зажарил картошечку Просто интересно После двух дней соли и одного дня уксуса Как косточки пожевают Картошечка очень вкусненькая Я ее не стал солить Потому что Решил, что Селедка должна быть соленая И кислая Косточки встречаются Да Значит Маловато Маловато, понимаешь Маловато будет Соли Только соль И один день уксуса Маловато Значит Скорее всего Не хватает Ангнасового сока Который Сделает люк растворения Косточек Маловато, понимаешь Маловато будет Плотие этой Мясо Рыбы Хорошая Плотненькая такая Не разваливается Очень вкусно Солено Немножко для уксуса Кто-то может Закончить Этот посол Таким способом Маринад И остановиться Вот на этом месте То есть Два дня соли Один дня уксуса Кто-то хочет Идти дальше Со мной И попробовать Что будет После маринада С Ангнасовым соком Но Вот этот вкус Он Без пластинки То есть Более привычный Для всех Тот, который Вкус будет После третьей стадии После ангнасового сока Он будет иметь Немножко Сластинку Вот Это не для всех Но я вас уверяю Что То, что не будет Косточек И то, что Добавится Сладкий вкус Такой Это Мне кажется На мой вкус Совсем никак не Умаляет Не ухудшает Селедка Просто Да Другой рецепт Может быть Его можно Назвать Американским Ну не знаю Я сделал посол. Из специй, и сахара, и уксуса. Накрываем его, так сказать, под гнет ставим, как у нас было. Эти все пряности, то есть тут целый набор, знаете. Вот это дело. Сейчас я развел на другую сторону, показать ингредиенты. Похоже, тут есть семечко горчицы, потом есть целый неперемолотый перец черный, чили, лавровый лист, даже есть шкурка апельсина. Наша селедка была в рассоле, который сделан из анасового сока, сахара, немножко уксуса и специи. Такой микс, то есть подбор там я показывал. Оно пробыло 5 дней, сейчас сделаем маленькую пробу, перед тем как раз расфасовать по баночкам и залить масло, каноло называется. Вот это наше каноло масло. Такое вот я купил в трейдер джоз магазин. Сейчас вытащу кусочек рыбки и попробуем на косточке, есть там косточки, как они растворяются или нет. Вот наш кусочек, наш ножик для филейния, ножницы и нужно будет немножко снять шкурку, отделить, она должна легко сняться, потом порежу на кусочки и попробую. Вот это отделенная шкурка, совсем такая как просто пленка. В основном она дошла, хорошо, немножко тут еще чуть-чуть жирков отодралась, но ничего. Ломтик, вот и пробуем пробовать. Ни одной косточки нету. Сочная, немножко сладкая, немножко кисло-соленая, просто комбинация вообще просто. Когда я такое поел, у меня потом на языке остается долго, вкус такой еще-еще хочется. Красота! Сейчас значит все вытащу, рассосую по баночкам, залью маслом каноло. Почему каноло? Потому что оно не имеет никакого запаха, ни вкуса, и оно никак не влияет на рыбу, поэтому стал его использовать, когда икру солю, рыбу солю, и она очень, очень позитивная в моем, как сказать, в моей оценке, очень позитивно. Масло работает, чем какое-то сливочное, вернее подсолнечное, хлопковое, оливковое. Они все имеют свой запах. Поэтому я хочу сделать это в каноло, в каноло-масле. Вот наши нехитрые орудия труда. Я решил, что это делаю первый раз. Экспериментирую. Решил, что буду добавлять немножко соли кошерной во время того, когда буду паковать в эти баночки селедку. Буду добавлять немножко соли чуть-чуть, чтобы добавить немножко солинки, и чтобы она хранилась дольше. Это масло каноло, оно поможет также в заморозке этих баночек. Если я буду баночки с рыбой наполнять вот немножко, ну, две трети, то тогда она не лопнет в холодильнике, можно так сохранять она хорошо. Я вообще удивлен был, как селедка сохранилась просто в холодильнике. Я ничего не заворачивал ее, просто была в пакете с чешуей совсем. Просто была кровь выпущена, и она очень хорошо сохранилась. Когда я доставал, вот, перед тем, как начать мариновать ее, она была просто в идеальном состоянии, просто в идеальном. Так что потихоньку начнем процесс. Вот. Хвостик вот такой интересный. Может быть, даже его оставлю как есть. Мне кажется, ему просто интересно даже как-то, ну, кушать так. Когда за столом сидишь, обдираешь его, просто обрежу немножко задний плавниковых, хвостовый плавник. И, может, даже просто так положу его в баночку. Вот так. Так. Эти уже готовые. Их мы положим вот так. Вертикально. Мясо очень нежное. Очень такое прям чувствуется, такое жирное, просто объедение. Так. Здесь у нас кусочек достался, который уже был, шкура была снята. Я вот так вот порежу. Вот. И положу вот так вот. Вот. Аккуратненько. Достаем новый кусочек. Так. Попался. Это попался у нас с чушуей. Вернее, со шкурой. Так. Я аккуратно вот так вот немножко зачищу здесь. Так она будет легче сниматься. Просто одна пленка. Просто снимается. Тоненькая пленочка. Вот так. Так. Отлично. Это у нас селедка получилась такая большая. и я просто ее, значит, трею уже вот на такие дольки. Видно вот косточки. Сейчас я попробую, как они, вот эти косточки, которые остались. Попробую сейчас, как оно. Ммм. Ничего не чувствуется. Вообще. Вообще просто. И теперь зальем кануловым маслом. Вот так заливаем. Отлично. У нас уже все подготовлено. Эта банка теперь пойдет на экспорт. Или на импорт. Скорее всего она пойдет к нам в живот. Вот. Вот такое сися. И кто хочет хвостик, любит такую часть, тому это будет всегда приятно. Бывают люди, которые любят голову, хвост. Это вот. Можно будет им предложить. Можно шкурку просто и и не снимать, так порезать. Но я так предпочитаю, так сказать, делать уже готовый продукт. Некоторые кусочки немножко засыпаются. Ничего страшного. От этого менее вкуснее они не будут. Просто может быть, так сказать, не совсем товарный вид, но часть кусочков получается такой. Опять же, чешуйка легко снимается. Вот. Причат вот эти кусочки костей. Но они уже просто встали. Просто-просто как масло. Я оставляю вот эти вот специи, которые у нас остались. Попался хвостик, немножко обрезаем, чтобы мельче место занимало. Ножницы в ходу на кухне очень всегда работают хорошо. Снимаем дальше шкурку. Вот, кое-где кусочки немножко, когда переворачивалось все, но где-то может быть поднялось, поэтому где-то может быть не самый коварный вид, поэтому, может быть, я не знаю, кто-то хочет кого-то угостить или поставить на стол, знаете, поэтому не старайтесь, может быть, подбирать какие-то баночки, которые будут более презентабельные. В любой приготовке где-то, где-то что-то оно получается немножко поднятое, так сказать, не то, что оно не такое вкусное, но может быть не такой, так сказать, товарный вид, так что я тоже стараюсь или буду стараться больше это делать, делать более товарный вид, где это возможно. Ну вот, так вот, просто я три дня назад, четыре дня назад угостил, только когда была соленая селедка, а тестя и тещу просто эта селедка улетела. У них традиция по воскресеньям кушать, значит, рыбу, рыбный день, так сказать. Иногда я им, ну, подкидываю что-нибудь, если есть. Вот, они нас угощают, очень вкусные там лагман, самсы, шурпа, демляма, в общем, такое. И мы их тоже, как сказать, что-нибудь такое со Стасиком пытаемся поймать и угостить. Вот. И то, что не было еще, как бы, в этом соке ананасовом, оно ушло вообще просто на ура, а это вообще будет. Просто единственное, что кому-то может быть странно или новое, это просто сам вот этот вкус, который немножко сладкий, который из-за ананасового сока. Ну, это не должно смущать. Новые вкусы нужно пробовать, если с первого раза не получится, второго не понравится. Я уверен, что оно зацепит, оно не может просто так... Все эти, вся эта комбинация этих пряностей, специй, оно не может вас просто обойти. Так, знаете, если просто, вы просто против, и не хотите ничего попробовать еще раз, то, конечно, тогда это трудно. Но если вы расположены, чтобы что-то попробовать хотя бы больше, чем один раз, то я уверен, что вы, как сказать, будете удивлены, и вам, может быть, понравится. Даже удивлены сами собой. Вот раньше я тоже, когда первый пробовал, вот такой вот маринад, такую маринованную селедку, я тоже, как бы, в первый раз не понял, не оценил. И даже где-то, как сказать... Где-то в глубине души даже где-то это дело, может быть, обвинил. Что-то оно мне показалось не то, какой-то подвох. Какая-то слащавая ерунда. Мы же всегда привыкли кушать мясо. Рыбу какую-то с острыми специями, соленая, острая. А тут, на тебе, какая-то сладкая штука. Так, ну, потом, после первого раза я еще попробовал. И еще. И на чего нравится. Так что, больше всего, конечно, нравится, что это без костей получается. Вот. Это, мне кажется, основное. Ну, и привкусы вот эти вот тоже такие экзотические, знаете, сладковатость, кисловатость, не только соль. Вот. Так что. Как-то так. КОНЕЦ КОНЕЦ Маловато, понимаешь? Маловато будет. Маловато, понимаешь? Маловато будет. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ